Бесплатно кормить детей горячими блюдами будут в начальной школе. Закон о нормах здорового питания, в том числе в школах и детских садах, а также о бесплатном горячем питании в начальной школе, внесен в Госдуму. Та часть закона, которая касается детского питания, разработана рабочей группой под руководством Ирины Яровой. Мы всесторонне обсуждали вообще проблематику качества и безопасности детского питания. И закон, который мы подготовили, он именно при активном участии и поддержке руководства «Единой России» при прямом поручении председателя Государственной Думы. Изначально все наши действия были направлены на то, чтобы предложить правовой механизм обеспечения деток в школе одноразовым горячим питанием, обеспечить систему взаимодействия федерального бюджета и региональных бюджетов для того, чтобы выйти на сбалансированное решение этих вопросов. Одна из важных новаций – поправка в закон об образовании о том, что в начальной школе должно обеспечиваться одноразовое горячее питание, предусматривающее наличие в приеме пищи горячего блюда, не считая горячего напитка. Также для регионов вводится возможность федерального софинансирования на эти цели. Мы впервые предлагаем очень системно и определение того, что является здоровым питанием ребенка, сбалансированным, каким должен быть рацион, какие права есть у родителей, какой формат информирования родителей о меню, которое предлагается в школе, какой порядок информирования родителями учебного заведения об особенностях здоровья ребенка, с тем, чтобы эта информация также учитывалась учебным заведением. Одним словом, сам закон объемный и он касается в целом важной сферы, которая интересует практически каждую российскую семью – это здоровое сбалансированное питание ребенка. В тексте закона проекта сказано, что при изготовлении пищевой продукции для детского питания не допускается использование продовольственного сырья, изготовленного с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, генно-модифицированных организмов и других опасных для здоровья ребенка веществ и соединений. Закон поддержан правительством страны.